Ремень вместо кресла. С 12 июля изменились правила перевозки в автомобилях детей в возрасте от 7 до 12 лет. Об основных изменениях в нашем следующем материале. У Евгения Зайцева двое детей. 7-летний Тимур и 9-месячная Влада. Их безопасность превыше всего. С самого рождения папа и мама приучили сына и дочь, что в машине они едут только в автокресле и обязательно пристегиваются. Кстати, Тимур с удовольствием ездит с папой, соблюдая все правила безопасности. Кресло высокое, удобное, мягкое. Мне в нем комфортнее. Пристегиваться нужно для того, чтобы не получить какую-нибудь травму, не лтеть вперед, по крайней мере, в стекло. С такими вещами нельзя шутить, потому что такие вещи – это жизнь, это безопасность. Ну а безопасность прежде всего. Но с 12 июля этого года правила перевозки детей изменились. Перевозить детей младше 7 лет, как и прежде, нужно в детском удерживающем кресле, которое соответствует росту и весу ребенка. Так, к примеру, если вы перевозите грудничка в кресле, предназначенном для детей весом от 9 килограмм, то это будет являться нарушением соответствующим штрафом. Детей, которым исполнилось 7 лет, можно перевозить на заднем сиденье легкового автомобиля без использования автокресел и бустера. Достаточно их пристегнуть штатным ремнем безопасности. Несмотря на то, что ремни теперь легализованы, Евгений не торопится отказываться от кресла. Считает его более безопасным. Пока есть возможность, он будет ездить в кресле. Пока позволяет объем кресла, вместимость, рост, как вот было раньше. Пока ему удобно, пусть он ездит. Это как дополнительная защита и безопасность. Оно, скажем так, созданно все-таки меньше обычного кресла по детской фигуре. То есть, чем плотнее обжимает, от них не будет меньше травм. Меньше несчастных случаев должно стать и благодаря тому, что отныне запрещено оставлять в транспортном средстве без присмотра детей до школьного возраста на время стоянки. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика.